МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба отеля радиокампании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии Натальи Игнатенко, добрый вечер. После динаминации сдачу в магазине могут выдать старыми и новыми купюрами одночасово. Таким же чином моя права расплатиться и покупник. Гэтая норма будет дейничать с 1-го липеня и до конца года. До каких ящие особливостей утреба подрыхтоваться до момента проведения динаминации, высветляла Марина Северьянова. Переход на разлик новыми купюрами узоры 2009 года будет непростым. По-перше, еще николи гроши не изменшались одразу 10 тысяч разов. По-другое, у наши кошельки про столько годов вернутся монеты. Молодь корыстаться ими будет в уголе у першиню. Да и у большсталых людей возникает шмат пытанев. Будем разбираться. Исти 1-го липеня у банк, каб обменять старые гроши на новые, не треба. У крайнем выпадку можно зазернуть туды, каб разменять купюры на монеты. Гэта пожаданне и абсолютно бесплатна. С 1 июля не обязательно бежать в банк за новыми денежными знаками, но в кассах Национального банка с 1 июля по 31 декабря 2016 года вы можете разменять старые денежные знаки и новые денежные знаки на монеты образца 2009 года. Национальный банк также рекомендовал эту операцию банкам, поэтому с разменом, я думаю, у населения проблем не будет. Обменять после деноминации больше 210 миллионов рублей на новые гроши можно будет только с пашпортом. Гэта мера повинна не допустить легализацию доходов, отриманных злочинным шляхом при обмене грошей в связи с деноминацией. Что тычется банкоматов, то частка с них будет выдавать гроши у новых купюрах, частка у старых. А с первого костричника все банкоматы краины повинны будут выдавать гроши только нового узора. На банкоматах при снятии денежной наличности будет информация, которая информирует людей о том, какими денежными знаками будет банкомат выдавать. Либо старыми знаками образца 2009 года, либо новыми 2009 года. На жаль, недостатковая информованность у некоторых людей уже заразы мкнутся с корыстацией махляры. Коли до вас пришли подозронные особы с пропоновой обменять старые гроши на новые, при этом представляются социальными работниками, альбоноват банковскими служащими, одразу телефонуйте в милицию по номеру 102. Не лишним будет нагадать и об тем, как отразнить соправданные гроши от подробок. По банкнотам это, конечно же, можно проверить их на просвет. Наличие водяного знака обязательно, наличие металлизированной защитной нити. Также можно на ощупь посмотреть это угрупненный рельеф основного изображения, номинала. Также в левом нижнем углу на лицевой стороне мы увидим фрагменты для людей с ослабленным зрением. Что касается монет, то проверить на подлинность их можно, во-первых, по четкости изображения на монеты. Во-вторых, на изгиб монеты руками мы не согнем. И, конечно же, тоже основной признак – это все монеты от одной копейки до двух рублей обладают сильным магнетизмом. Нагадаем, найдробнейшая зараз банкнота – 100 рублей – будет заменена на самый низкий номинал нового грошового узора – одну копейку. Усягушу в вороте з'явится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и 8 номиналов монет. Одна, две, пять, десять, 20 и 50 копеек, а так само – 1 и 2 рублей. Марина Северьянова, Яугин Макинка, телерадио «Компания Гомель». В Гомере планует разгрузить одну из самых заполненных автотранспортом дорожных артерий. Уже в этом году рух по улицах Интернациональной и Полесской станет больше худким. Правда, для этого не который час придется потерпеть незручности. По час реконструкции улицы будут частково перекрыты. Однако коммунальники обещают справиться с работами в самый короткий термин, прикладно за месяц. С початку проведут реконструкцию в улице Полесской. Тут работы плануют почать уже в этом месяце. Дорога станет больше широкой. От улицы Рогачевской до проспекта Космонавтов уладкуют четыре полосы. У конца лета дорожные службы сбираются приступить до реконструкции в улице Интернациональной. Тут намечены еще больше масштабные работы. Дорогу поширать до шести полос, побудуть подземный пешеходный переход и перенесут припынок громадского транспорта. Мы все знаем, что улица Интернациональная – одна из самых загруженных улиц. И строительство подземного перехода, расширение улицы Интернациональной облегчит движение транспорта, а также обеспечит безопасность пешеходов в данном районе. На Гомельщине означается несприяльная ситуация с крадежами велосипедов. У якости действительной профилактической меры супрационники милиции раят ставить гэтую технику на обовязковый улик. А прочатаго проверкой велосипедов сегодня займаются и брыгады патрульно-постовой службы подчас дежурных выездов. Кроме на генной ситуации на Гомельщине потекавился Олег Синтероу. Кожный день в 17 годин супрационники милиции выезжаются на дежурство. Звучайно оно протягивается до годины ночи, але на некоторых маршрутах патрули находятся до самой ранницы. Кроме на генной ситуации у Гомеля не вызначается складанностью, але контроль николю не перешкодить. Супрационники милиции отзначают, у выходные и святочные дни работы у них становится больше. Пеш за все по причине заявления на улицах большей колькости гораджан. Особливые схильности до криминогенных учинков уже хоры Гомеля не вызначаются, але оперативные взводки часом осью ровно трапляюсь. Бедай самое распоседженное порушение, в распятие спиртных напоев у громадских местах. Шмат кто нияк не звукнется с думкой, что теперь это заборонено. Самыми распространенными правонарушениями у нас в городе, да и, наверное, вообще в республике, это является распитие в общественном месте и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Значит, за это предусмотрены определенные санкции. Хочу напомнить гражданам, что распитие пива с 2007 года у нас под запретом в общественных местах. Еще одна проблема крадяжи. Некали объектами злочинцев были годинники. Еще совсем недавно сотовые телефоны. Теперь у центра их уваги велосипеды. Раслумачить их это не складано. Звычайно, велосипедка штое не декаля 8 миллионов рублей. Злочинцы продаются прикладно у двоя тонней. Чому, гэты факт, не засмучая покупников, сказать тяжко? Али у таким ради у их есть макчимость не только застаться без двухколой техники, али и термать проблемы с милицией. Больше уважливо за свою майомостью сопротивленники Управления ОНТР справ крают сочить и владельникам дачных домов. Кражи являются настоящей проблемой на территории Гомельской области. Это, в первую очередь, кражи из жилищ, кражи из дачных домиков, которые расположены в садоводческих товариществах. Бичом уже на сегодняшний день стали кражи велосипедов. У нас есть дежурные сутки, когда 5-6 велосипедов похищаются злоумышленниками. К нашему сожалению, наши уважаемые жители области не принимают никаких мер по обеспечению их сохранности. Олег Синтюров, Ёген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Каким чином позбегнуть крадежоу у ласной майомасти и хто схильный до хулиганских деянняв? Об этом не только завтра, пойдя размова в программе «Деалог». Гостем студы будет намесник начальника милиции громадской безопасности Управления внутренних справ Гомельского облаконкама Анатолий Васильев. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 18.1.55. Свои питания вы можете задать по телефону, по номеру промога эфира у Гомеля – 77 68 45. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля отбылось урочистое открытие областного этапа республиканского конкурса профессийного майстерства «Педагог додатковой эдукации-2016». У делу им принимают интеллектуальные, творческие и метанакерованные представники педагогичные справы самых разных кутков Гомельщины. На областные этапы было подадено 36 заявок. У финал трапили 10 педагогов додатковой эдукации с Гомеля и в области. Конкурсантам необходимо передолеть шерох выпробований, пройти психолога педагогичное тестирование, представить на суд журы самопрезентацию «Мое педагогичное кредо», провести открытые занятки с новой аудиторией и вытремать оборону адукации на методичного комплексу. По выниках конкурсу будет вызначены один переможца и два лауреаты, які у Вересни отправятся на финал у Минск. Дареча брать лепших финалистов – не головная мета конкурсу. Куды важней наглядно показать иншим, яким повинен быть заправдный педагог додатковой адукации. Продемонстровать свое профессийное майстерство, досягнение у педагогичной деянности, а так само новые неординарные формы працы с детьми. Наша задача сегодняшнего областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог дополнительного образования детей и молодежи» не только отобрать тех, кто будет конкурентоспособным на республиканском уровне, а показать всем, обществу, педагогам, какие интересные люди у нас работают, какой интересный опыт у них есть. И раскрыть их способности, и раскрыть, а попытаться ответить на вопрос, в чем секрет успеха талантливого педагога дополнительного образования. Треба значыць, республиканский конкурс профессийного майстерства педагог додатковой эдукации апошний раз проводился 9 годов тому. Тады у финале вышейшую узнагороду гран-при отрымал представник минавита нашего региона, супрацонник Гомельского областного палаца творчасти детей и молодей, керавник клуба интеллектуальных гульняв «Белая рысь» Леонид Климович. Вселетние конкурсанты так само маюць намер утрымать гэтую высокую планку. Дед Мороз у летку акция под такой назвой у третий раз пройшла у Гомелі. На гэты раз местом проведения брали пляцовку каля палаца культуры чыгуночнікау. У делу акции приняли 34 семьи, у дятей яких дегнаставанные невеличные хворобы, а так само 10 дятей инвалидов и іншые хлопчики и девчинки, які маюць проблему со здоровьем. Усім им были уручаны гостинцы, які ахверовали гомельчане – цацки, канцелярские и попытовые приналежности. У прыхожваням программы были Деды Морозы и Снягурки, які с парада с Галонной площади областного центра разышліся і разъехаліся на жалезных конях. У черговым туры чемпионат Украины по футболі у Высшейшей Лизе Мазырская Славя на выезде одоляла Ислач 1-0. Один и мяч на 80-е хвиліні забіў у Ладислав Жук. У турнірной таблицы подопечная Юрыя Пунтуса маюць у активе 15 баллов і займаюць шостую позіцию. У турнірной таблицы першай ліги картина, яка склалася па выніках восьми згуляных туров, цалкам задавальняе гомельських аматоров футбола. С подробязностями Максим Савін. Футбольный клуб «Гумель» прымаў на своім полі зорку БДУ. Гаспадары забіли хутка, правда, суддя зафіксаваў офсайд. Такі пачатак ўсіляў надзеў болешшыкам на трибунах. Однак гульня пайшла па іншым сценарай. Гости небезпешно адказалі ўже праз некалькі хвилін. Зрабіўшы ставку на абарону і контратакі, меншані выравняли гульню. Мяч ўсё больш гасті ў центры поля. Па саправднаму небезпешны моманты можна пералечыць па пальцах. Нядрынныя макчымаці былі ў Сітко, Яншанкі, Барсукова і Гомзы. Пад канец першага тайма форвард зорки, Русецкі, ледній ўцёк на рандэву с Кавалёвым. Однак абаронца Гомельчан был уважливы і нейтралізаваў небезпеку. У другім тайме першы саправдный момант ўзнік ля варут Гомеля. Налегу Кавалёву пришлося попрацаваць, каба 200 небезпеку от сваих варот. Дарай шагалки перезалюнай белых отрымаў перед матчем невеликая пошкоджання. Однак змог отыграть ўсё 90-х вилин. Ещё на разменке получил травму, к концу игры практически ни глаз не видел, і щека опухла, но мы ў раздевалки сейчас поздравили, поблагодарили за проделанную работу. Ватаций Гомеля видовочна не хапала вастрыни. При унестие ёлладимир Журавель поспробуваваў предопомозі замен. Яншэнка саступіў месце на поле Теслюку, а Мелевскі – Царэшчэнкі. Пэлный эффект гэта прынесла. Теслюк не дрэна абвастрал Гульню, аднак забіць не удаваласе ни яму, ни агу партнёрам. При гэтым із зорка в обароне не отсэджывалася. І пару разов гості магля адкрыць лік. Гульня павольна цяклаў нічыйную гавань. На перадапошній хвіліне основного часу господарэ трымалі права на вуглавы. Руслан Юдянко, замкнувши навес партнёра, накіроваў мяч ў сетку ворот 1-0. Гомель перамагай сімы матч запар. Мы пытались играть в ту игру, которую намечали. То есть, в принципе, это быстрая атака, контратака. У нас были, скажем так, предпосылки для того, чтобы использовать те моменты, которые мы создавали. Но, к сожалению, вот этого последнего паса, который именно пред Голиоу, его в ряде моментов и не было. Начало матча и первый тайм не совсем получился. Были моменты, которые мы не использовали. Во втором тайме ряд моментов, к сожалению, в тренировках ребята неплохо исполняют. Получается всё. Но в игре Саша Янченко нервничает много моментов, никак не может забить восьмой тур. Отсюда эта нервозность передаётся в конструктивные действия. Но хочу сказать, что большая заслуга сегодняшней победы – это в игре вратаря Олега Ковалёва. Гомель Чагунтранс в восьмом туре упустил перемогу на Дорше и пропустил шоу додатковый час. 1-1. Светлогорский химик соступил с Малявичем 0-3. Таким чином Гомель лидирует в чемпионате. Гомель Чагунтранс на третьей позиции. По межиме уклинился Днепр. Химик покуль на 12-й позиции. Максим Савин, Максим Славин, Телерадио, компания Гомель. Гэте, а таксама іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершены. У студии працывала Наталья Игнатенко. Мы с очым за развиціем падзею Гомелі і в області. Заставайтеся з нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...